Поговорим. И первым докладчиком у нас является Анна Владимировна Дыба. Это великая женщина, член-корреспондент Академии наук, заведует отделом Урала-Алтайских языков. У этого закона, предполагаемого, имеются два аспекта, которые публичная дискуссия, поднятая властями, затушевывает. Это то, что идет речь о двух разных вещах. Преподавание родных языков и преподавание государственных языков. Родные языки действительно, как и было сказано, могут изучаться добровольно. Кроме того, родные языки – это не всегда языки с развитой системой функциональных стилей, то есть разных сфер употребления. Поэтому ситуация с сохранением родных языков, она такая, что мы можем стараться сохранять домашнее изучение этих языков. И, в общем, не во всех случаях фатально необходимо именно изучение литературных школьных языков, просто потому что эти литературные языки не для всех родных языков имеются. Но что касается государственных языков, то, опять же, как правильно говорилось, обязательное изучение их в субъектах федерации, для которых они признаны государственными, это требование конституции и конституции этих субъектов. И поэтому, в общем, в отношении добровольности изучения государственных языков, это поправка явно антиконституционная правда. Значит, в чем опасность такого поворота событий, если у нас исключается обязательное изучение государственного языка субъекта, значит, во-первых, это очень нехорошо с точки зрения социальных отношений в субъекте федерации. Представьте себе школу, в которой детей татарского происхождения, значит, сажают учить татарский язык, а детей там русского или там еврейского или немецкого происхождения не сажают. Значит, сразу мы получаем две группы, вот, между которыми может возникать напряженность. Вот. Но с другой стороны, значит, я бы тут вот что, значит, сказал. Чем у нас вообще литературный язык отличается от нелитературного? У литературного языка имеется большое разнообразие сфер применения. Соответственно, у него имеются различные функциональные стили. Домашний язык – это язык почти исключительно диалоговый. В нем не употребляется значительное количество сложных конструкций языковых и довольно маленькое количество слов. Официальные функциональные стили. Это деловой, научный язык художественной литературы. Все эти стили, я надеюсь, что всем понятно, что необходимы для полноценного функционирования языка. Ну, просто ряд языковых структур до создания литературного языка действуют исключительно в… Алло. Действует исключительно в больших эпических текстах, так сказать. Вот. Когда мы имеем дело с дописьменным языком, то он функционирует в основном в качестве диалогического языка с небольшим количеством синтаксических и морфологических конструкций. И, кроме того, в качестве языка крупных форм фольклора, где у нас, значит, развиваются сложные конструкции для выражения сложных последовательностей мысли. Вот. А когда у нас развивается литературный язык, то тут же все эти конструкции пускаются в ход, образуются новые, более сложные конструкции и так далее. Значит, для тюркских языков литературные языки начали развиваться уже очень давно. То есть практически зафиксированы, зафиксирован у нас язык рунических надписей, в которых это уже письменный язык, уже со сложными конструкциями. Очень много всего такого в древнегургском языке. И, как в свое время доказал Хеамрахимович Тенишев, литературные средневековые языки, в том числе павловский, тюрки, он же старо-татарский литературный язык, являются в большой степени наследниками этой древнегургской литературной традиции, из которой все эти приемы и конструкции доходят до современных тюркских литературных языков. Тюру. Надо сказать, что влияние на современные... Ну, тут можно сделать небольшой исторический экспорт, значит, относительно постоянной борьбы, значит, диалектической инновационных тенденций и традиционных в литературном татарском языке. Это касается, в общем-то, и большинства других литературных тюркских языков, а особенно на территории России, значит, что с одной стороны в конце 19-го, начале 20-го века сами татарские просветители работали над некоторой модернизацией старо-татарского языка и созданием, ну, обновленного литературного татарского языка еще в арабской графике. Вот. Это была большая работа, которая делась среди культурных слайдов татарского населения. С другой стороны, шло такое, что со стороны частично русского государства, ну, вообще тут такая двойственная тенденция, потому что с одной стороны, значит, это все было окрашено сначала православным миссионерством, потом, значит, ну, потом большинским миссионерством, да, вот. Значит, этим занимался действительно крупный тюрколог Ильинский и другие достаточно образованные тюркологи, значит, они пытались для целей, как это позиционировалось, для целей христианского миссионерства православного миссионерства разбивать новые литературные языки не на основании традиционного литературного арабографического языка культурного, а на основании новых, на основании народных долларов. И хотя направленность этого была вот такая, но эта деятельность была не бесполезной, потому что, значит, соответствующие же тенденции введения элементов народных долларов в татарский язык литературный велась и, собственно, татарскими просветителями. В общем, в результате большевист, ну, там, где-то к 20-м годам мы имеем уже такой развитый татарский литературный язык, вобравший в себя обе струи и при этом вполне современный. Переход на латинскую, а затем на кириллическую орфографию, с одной стороны, конечно, был вреден для непосредственного продолжения литературной традиции, но, с другой стороны, для более простого обучения более широких масс людей непосредственно современному татарскому литературному языку, вероятно, такой переход был и полезен в чем-то, потому что обе эти орфографии, и латинская, и кириллическая, более хорошо отражают просто произносительные особенности татарские. Хотя можно сказать, что та старая латинская орфография татарской была, конечно, лучше разработана для татарского языка, чем кириллическая, кириллическая хуже, поэтому проблема перехода на латинскую орфографию, опять, мы знаем, что в республике поднималась, но тут тоже такой двойственный эффект, потому что, с одной стороны, конечно, та орфография лучше, но, с другой стороны, любая резкая замена орфографии – это всегда некоторый период растерянности вреда от населения, потому что мы сразу получаем большой слой людей функционально и неграмотно. И для того, чтобы с этим бороться, нужны специальные вложения средств и сил, на которые непонятно были ли все способны. Ну, то, что сейчас происходит, значит, это вот что. Если у нас сейчас прекратится функционирование татарского языка в своей… Ну, в общем, мне тут задавал вопрос, прошу прощения, радио «Россия», я не знаю, покажут ли они это или не покажут. Вопрос состоял в том, что, ну, вот, для сохранения языка, как известно, важнее всего, чтобы говорили в семье. Какое же значение может иметь уничтожение школьного преподавания на татарском языке? На это ответ очень простой. В семье учат семейный язык, литературный изучают в школе. И если это прекратить, то у нас сразу оказываются люди, не владеющие рядом функциональных стилей татарского языка. Несколько лет назад к нам в институт поступал запрос от президента Татарстана, между прочим, по довольно важной теме. А именно, это был вопрос о том, нельзя ли вернуться к возможности написания научных диссертаций по гуманитарным хотя бы дисциплинам на татарском языке. Это вопрос очень правильный, потому что это вопрос, который, если бы это разрешили, то это улучшило бы сразу ситуацию с положением татарского научного стиля, функционального стиля татарского языка научного. И это, с другой стороны, проблема, которая стоит не только перед татарским языком, но и перед русским. Сейчас довольно часто мы слышим из уст ведущих ученых, не гуманитая все-таки, что статьи надо писать сразу на английском языке, научные работы надо писать на английском, потому что тогда их прочтут во всем мире, а по-русски писать их не надо. Ну и, соответственно, с еще большей силой этот вопрос становится для татарского языка. Зачем писать научные работы на татарском языке? В свое время один из принятых, ну в Ваке все время менялась, эта система очень сильная, один из принятых в Ваке стилей поведения был такой, диссертацией можно писать на татарском языке, ну там, соответственно, на казахском, это в советское время было там, на азербайджанском и так далее, но автореферат надо писать на русском. И это, пожалуй, один, ну наиболее выгодный способ поведения, потому что с одной стороны, а может быть авторефераты надо писать сразу на английском, я не знаю, потому что с одной стороны, при этом мы сохраняем как бы все потенции татарского, казахского, азербайджанского и так далее, языка, сохраняем специальную терминологию, принятую научными школами Татарстана. Некоторые вещи просто гораздо лучше выразить по-татарски, чем по-русски, по-русски, чем по-английски. А с другой стороны, мы все-таки делаем для мировой науки несколько более доступно то, что делается этими научными школами. То есть человек может прочитать автореферат по-английски и потом понять, значит, стоит ли ему разбираться дальше с этой работой по-татарски. Мы попытались внести это предложение в ВАГ. Но оно, конечно, было проигнорировано. Вот. Значит, с другой стороны, я бы хотела еще выразить некоторое сомнение в том, что ситуацию можно спасти, организовывая частные татарские школы. Потому что тут все сразу будет завязано на социальном расслаблении. Мы получим, кроме расслабления между русскоязычным и татароязычным населением Татарстана, мы получим имущественное расслабление. Потому что, как вы понимаете, не всякий человек способен своего ребенка отдать в частную школу, даже если он хочет, чтобы ребенок изучал литературный татарский язык. И, в общем, мне кажется, что надо стараться не опускать руки и все-таки требовать снятия этой поправки по конституционным причинам, а кроме того, просто призывая... Ну, просто это все, значит, все результаты, которые можно просматривать, они ведут, прежде всего, к разговой стране. Вот и все. Ну, вот, я, пожалуй, все. Спасибо большое. Спасибо, Анатолий Владимирович. Желаю вам не болеть. Очень интересный был доклад. Я просто хочу добавить, что вот недавно Гальмудинов сообщил, что они уже заседали на встречу будущего заседания 19-го июня. И там, значит, для татарского языка предназначили, значит, культурологические направления только изучения. То есть, песни и пляски, скорее всего, больше ничего. Вот это смешно просто. Да, и плюс еще создание, опять-таки, чиновники, как всегда, значит, придумали создание нового фонда за счет бюджетных и внебюджетных средств. Понимаете? Ну, это все вкладывается вообще в тот факт, что государство всячески пытается скинуть с себя социальные обязательства. Вот, сэкономить на социальных вещах. Это просто, ну, с этим надо бороться. Я хочу еще один момент сказать, вот что я не успела сказать. При этом есть еще один аспект. Значит, у нас на, вот, общем собрании отделения Академии наук историко-филологического Магомед Магомедов делал доклад про проблему с изучением государственных языков в Дагестане. Вот. Вот сразу после, то есть вот у них тоже эта проблема имеется. Значит, я сразу после этого задала ему такой вопрос. Дело в том, что я в 78-м году была в экспедиции в Лакском районе, в студенческой, и там мне попался учебник лакского языка, как родного, лак, бумаг. И там было написано все, честь по честь, что в лакском языке шесть падежил. То есть, как вот, там, от двух сорок шесть, как известно. Вот. И вот я спросила, значит, Магомеда, сделал ли что-нибудь, улучшили ли в Дагестане учебники родного языка? Потому что, ну, невозможно же заставлять ребенка учить ложные сведения о родном языке. Вот. Как вообще это обучение производится? Вот. И выходит, потому что создание этих учебников родного языка находится в руках, скажем так, вот, каких-то локальных мафий, которые не позволяют, значит, например, лингвистам произвести улучшение этих учебников. Вот. Что касается татарского языка, я уверена, что ситуация не такова, хотя надо сказать, что учебники татарского языка для русских мне приходилось забивать, когда еще академически отправлялись на рецентированные, потому что там они были построены как для знающих язык, а не как для не знающих. Но сейчас, насколько я знаю, есть линейка учебников везде для обучения с нуля, учебников, но надо посмотреть, надо на самом деле очень следить за тем, чтобы эти учебники были правильные. У меня еще пояснения. Почему я задал вопрос, все-таки вопрос сохранения языков малых народов, это не только общегосударственный вопрос, но и общечеловеческий. Вы с этим согласны? Да, конечно, разумеется. И поэтому, как бы, мы же в ответе не только как бы перед государством, но это ведь малые языки, это частица мировой культуры, мировой цивилизации. Если мы стремимся цивилизованную площадку, то все-таки нужно и подходить к этому вопросу цивилизованно? Да, несомненно, и совершенно правильная вот наша резолюция, которая создана там, тремония ратификации ХАКТИ имеется, это действительно тоже совершенно необходимая вещь. Но, конечно, ну как, если начальники стремятся побольше денег сэкономить, то, то что, ну, какие моральные, там, культурные, так далее, утверждения могут тут работать? Понятно, все, спасибо. Без слов присоединиться.